добрый вечер всем здравствуйте хочу сегодня показать вам как я укореняю свои хоечки вот тут один черенок еще лежит дисхидии укоренять буду вот в таких маленьких стаканчиках 100 граммовых укоренять буду в кокосе покажу вам и еще мы с вами посмотрим что у меня происходит с черенком это хоя керри и посмотрите что у нее происходит у нее немножко желтит лист кстати так сорт керри альбас по немножко желтит лист на другой лист немножко теряет тургор и верхний красивый лист я думаю что скорее всего будем сейчас смотреть с вами что-то с корнями может быть придется ее переукоренять посмотрим здесь у меня что я приготовила это коечка в виберджи ну тут такая плеть я срезала на укоренение это хоя оба вата альба это значит у меня хоя германия германия в общем как то так и вы видите что это керри альба маргината тут маленький череночек это дисхидия яблока сейчас будем все это укоренять вот у меня здесь приготовлен кокос в тазу он мелкой фракции фирма орехин мне очень нравится потому что у него всегда кокос очень такой равномерный без всяких всяких там вы видите чистый да я его значит за заливая прямо кипятком прямо ставлю кастрюлю с кипятком и заливаю именно кипятком для того чтобы не дай бог какие-то бактерии до чтобы что что угодно там не дай бог не попала никакая там живность или еще что-то чтобы все погибло обязательно заливаю кипятком потом это у меня где-то сутки остывает и вот в такой кокос я укореняю свои коечки не люблю в простой земле потому что заметила что как-то вот ну вот в обычном грунте даже с добавлением агро перлит или вермикулита все равно коечки как-то вот ну не так укореняются лучше как вот в этом намного быстрее как-то в кокосе раньше укоренял постоянно вот вермикулите тоже нравится и в торфяных таблетках но это конечно очень дорого и не всегда в продаже имеются эти торфяные таблетки при том что еще качество этих торфяных таблеток тоже всегда разное то есть которые вроде набухают эти таблетки а консистенция такая вот ну просто непонятная вот хорошие таблетки только под заказ то есть через интернет магазины покупаешь то есть как бы получается сильно накладно когда ты сажаешь большими партиями по многу то конечно это вообще не вариант а вот кокос мне очень очень понравился то есть он и рыхленький мягонький такой и пушистенький замечательно укореняется вот все в тепличках под лампами просто на ура вот я приготовила свои стаканчики кокос кладу всегда очень плотненько чтобы черенок не болтала в этом стакане чтобы все легко и хорошо укоренилась значит ну вот показываю просто вот такая так поглубже ну чтоб не заглубить вот и обязательно закрепляю вот такими скрепочками это обычные канцелярские скрепки вот такие вот которые таким образом просто розетта и заделываю своих очки вот я уже некоторые посадила и вот продолжаю высаживать свои череночки там все это закреплю конечно же обязательно скрепочками для того чтобы все стояло ничего не дай бог не выпало потому что ставлю я все это в тепличку тепличку проветриваю иногда кого-то достаю поэтому чтобы не дай бог не зацепить и не вырвать все с корнями ну вот мои красавицы все уже сидят своих стаканчиках сейчас я обязательно всех подпишу есть такие наклеечки обязательно все подписываю все названия коечек